МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка – это удивительное искусство, способное захватить нас и перемести в другой мир. А с помощью пения люди передают свои эмоции и чувства. Сегодня я приехала в Театр оперы и балета, чтобы познакомить вас с творчеством профессионалов. Весной 2008 года городские власти выдали постановление об открытии в городе Шымкент Театра оперы и балета. И сегодня театр является самым молодым в Республике Казахстан. Основателем и инициатором строительства театрального здания стал бывший вице-премьер Республики Мирзак Шукеев. Здание Театра оперы и балета в Шымкенте внутри и снаружи выполнено в казахском национальном стиле. Местительность концертного зала составляет 350 мест. Акустические характеристики театрального зала и освещения соответствуют всем необходимым требованиям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Но вот у нас в театре, просто нашему театру очень повезло. Это как лотерейный билет директор нашего театра, мэра Мухаммед Казы. Она очень, как сказать, она очень просвещенная в этой области. Она знает все нюансы, подход, что нужно для создания оперы, что нужно для вокалистов лично. Понимаете? И вот она как-то нам помогает. И у нас такая шикарная опера «Думалахана». Просто я, это зрелище. Сейчас вот как привлечь молодежь, нужно привлекать вот только вот такими зрелищными спектаклями. Тут просто до этого у нас еще, извините меня, коней на сцене не было. Масштабное, да? Уже что-то происходит. Масштабное, да. И вот очень много молодежи приходит к нам на такие зрелищные постановки. Очень многие солисты в нашем театре выросли на тех спектаклях, которые мы ставим. Например, у нас есть режиссер замечательный, Михаил Банжевицы. Он приезжает. И вот недавно у нас была опера «Трубадур». Тоже новая постановка, тоже очень такое зрелищная постановка. И вот молодец у нас Жулдас Мусаева. Спела главную партию. Это просто чудесно, я хочу сказать. Я прям в восторге. То есть вы растете, не стоите на одном месте. Да, мы не стоим. Ага, что-то новое придумываете, масштабное, чтобы, конечно же, молодежь тоже доинтересовалась оперой. И, возможно, даже в будущем, да, уже как-то погружалась в эту сферу в более таком профессиональном уже свете. Маргарита, огромное вам спасибо за интервью, за то, что поделились своим творчеством, исполнили очень красиво песню. И желаем вам тоже успехов. И чтобы театр оперы и балета только процветал. Да, спасибо огромное. Талантливая семейная пара Алексей Скибин и Гульжан Раскалиева свой творческий путь в театре оперы и балета начали с самого его открытия. Сегодня они исполняют главные ведущие партии в оперных постановках, а также принимают активное участие во всех концертах. В репертуаре певцов музыка разных стилей и направлений. От произведений композиторов прошлых веков до современного мирового искусства. разных национальных композиторских школ. А вокальные соло-монологи Гульжана Алексея всегда посвящены полному раскрытию образа и содержания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Музыка Для меня музыка это с детства пела в хоре радиотелевидения Казахской ССР в городе Алматы. Ну, Алматы тогда была, да? Советский Союз. Мы выступали по Алмате, потом в России. То есть у нас был большой разлет по Советскому Союзу. И здесь я познакомилась, конечно, с музыкой. И классика, и детские песни. И, конечно, захотела посвятить себя пению. Поступила потом в училище музыкальной Алматы имени Чайкурска. Отучилась там. Дальше еще был Советский Союз. Поехала в Москву. Поступила в Академию Российского... Российская уже была. Российская Академия Музыки имени Гнесин. Поступила на вокальное отделение. И в Москве познакомилась с Алексеем. Ну, ты расскажи, как ты дошел до музыки? До оперы. На самом деле мы добрались уже здесь, в городе. Я закончил Московский институт музыкальный имени Ипполитова Иванова по специальности Академическое пение. И здесь уже, соответственно, нашел применение своей специальности по войне. А так как это мой родной город, мы очень обрадовались, что здесь открылся театр. И мы переехали сюда. Да, мы практически с открытия этого театра, когда он здесь начал давать спектакли, в первом же спектакле, в Травиате, мы участвовали. Состоялся в феврале 2009 года. И вот с тех годов, с того времени мы здесь. Ну, в творчестве мы стараемся находить лояльность. Чтобы мне было удобно, ему было удобно, а также другим партнерам. Особенно, если какие-то сложные движения по сцене, мы это отрабатываем. Чтобы было удобно каждому. И чтобы это было доходчиво до зрителя. Ну, конечно, есть у нас народные песни. Ну, и самый известный, это у нас Шамши Колдаяков, его поем. Также вот такие классические произведения. Ну, у меня практически все произведения национальные. Если брать еще в рассмотрение, как говорится, мировую классику, то, конечно, она присутствует. И репертуар театра строится не только, например, на казахской, но и на других классических операх. Поэтому разную музыку поем. В опере Абай ты кого поешь? В опере Абай я пою Сартана, в опере Айсулу я пою Сатуши. То есть и в казахских операх участвуем, и в итальянских. Музыка, прежде всего, развивает. Она нужна для того, чтобы человек был, как сказать, полноценным, чтобы он развивался и был гибким, чтобы у него было большое мировоззрение. И для этого детей, конечно, нужно приводить в оперу. Потому что жанр оперы насчитывает больше 400 лет. Соответственно, за это время в нем сложилось уже практически близкое к идеальному и звучание, и мелодическое содержание, и драматическое содержание. Это один из самых сильных жанров. И чтобы дети могли с этим познакомиться, родителям надо взять себя и их в руки и приходить в оперный театр. К счастью, в нашем городе есть такая возможность. И многие люди открывают для себя оперу у нас в театре. То есть они изначально думают, что это что-то такое непонятное, что это такое дикое, это не мое. А когда они приходят на спектакль, они говорят, а я не предозревал, что это может быть так. То есть по силе восприятия опера самый сильный жанр. Я допускаю, что человек не увлечется оперой. Он не будет ее постоянно слушать, он не будет большим фанатом. Но, по крайней мере, познакомиться с ней он должен. Во дворце школьников номер два большой популярностью пользуется музыкальный кружок. Здесь ребята учатся играть на казахских народных инструментах, как дом-брак, обыз и жжет и ген. Это не только развивает их творческие, но и прививает любовь к национальной культуре. Музыкальные инструменты – важнейшая составляющая культуры народа. Это индикатор духовного развития, своеобразия восприятия мира, религиозных представлений. Казахские национальные инструменты – это не только историческое наследие, а еще и показатель уровня духовного развития народа, его душевного богатства, эстетического вкуса. С помощью музыки передавали знания о мире, истории народа, привились этические нормы. Простые музыкальные инструменты изготавливали из камня, дерева, железа, различных растений, глины, кожи, кости, конского волоса и других материалов. В различных фондах музеев страны хранятся более 400 старинных музыкальных инструментов. Из них лишь около ста сохранены в памяти потомков и сейчас используются в музыкальном творчестве. Например, житоген часто используют в современных народных оркестрах. Он имеет прямоугольную форму и заготовлен из дерева. Внешний музыкальный инструмент чем-то напоминает семиструнные гусли. Струны, к слову, делали из конского волоса. Как давно ты уже ходишь на кружок музыки и почему ты выбрала этот национальный инструмент? Ну, я уже хожу почти как кот. Мне вначале было очень интересно, потому что это, ну, типа, редкий инструмент. Ну, да, еще он красиво звучит, чем на дамбре и на кобызе. Ну, мне этот инструмент очень сильно понравился. Когда я первый раз пришла, он так красиво звучал, что это тогда волнение было, не знаю. Такие волшебные, да, какие-то звуки он издает, действительно, вот если так, да, просто. Да, когда я первый раз взяла его на руки, это, я не знаю, у меня колени тряслись, если честно, но потом я уже привыкла. Это так почувствовала, да, инструмент? Да. Ага, скажи, пожалуйста, а сложно ли было вообще разобраться, да, как он работает со всей этой системой? Нет, вообще в первые дни не было сложно, наоборот, было интересно, ну, еще весело было. Сколько ты уже разучила мелодий? Ну, если так сказать, ну, уже примерно 5-6. А уже выступала, может быть, на каких-нибудь конкурсах? Да, конечно, уже где-то примерно тоже 5-6 конкурсов мы уже прошли, и у нас еще в будущем есть конкурсы в Турции, которые мы пойдем туда. Ух ты, так у вас сейчас идет такая, наверное, да, масштабная подготовка. Да. Как ты считаешь, вот сколько нужно времени, чтобы уже обучиться играть на этом инструменте? Если есть сильный интерес, то можно обучиться за 2-3 недели максимум. А сколько раз в неделю ты сюда приходишь? Два раза. Иногда, если я хочу сама потренироваться, то 3-4 раза в неделю. Расскажи, пожалуйста, об истории этого инструмента. Ну, когда была война, у одного деда, деда, старика, умерло 7 сыновей, к сожалению. И тогда он по ним сильно скучал, не знал, что делать. И тогда он создал этот четверген. Вначале у него было 7 струн. И тогда на нем играли, чтобы издавать звуки, аккорды точнее. И вначале было только 7 нот, 7 звучаний, то есть 7 раз на звучании было тогда. И тогда была же асык, вроде это такой, игра такая, не знаю, короче. Его поставляли сюда и внутри, снаружи натягивали эту струну. Тогда был 7, он, тогда этот он старик, очень сильно скучал и не мог с этим поделать что-то. И создал этот четверген. Его играли, его, на нем играли люди, которые шли на войну, потому что он нес удачу. Здорово. То есть у этого инструмента такая, да, очень, конечно, грустная история. Но, с другой стороны, эти звуки, они как-то, наверное, мотивируют жить дальше. И очень хорошие, тем более такие волшебные, да, приятные. Да, приятные. Скажи, пожалуйста, какая твоя самая любимая мелодия? Моя любимая мелодия, это, которую мы играли сейчас, Алтонома, произведение Алтонома. А еще какие? Ну, еще есть одна мелодия, я его играю на соло, Косбасар, третья, Ахмедярова. Это мелодия. А ты еще играешь на каких-нибудь национальных инструментах? Ну, раньше играла, сейчас нет. На каких? Ну, раньше была Примахобос, и на Домбре играла немножко. Так ты, в принципе, хорошо, да, знакома с национальными казахскими инструментами? Почти. Здорово. Но твой фаворит – это вот еще Теген, да? Да. А какие планы на будущее? Может быть, планируешь уже профессионально заниматься музыкой? Да, я уже планирую профессионально заниматься музыкой. Хочу в музыкальный колледж пойти, а там уже посмотрим. Ага. Хорошо. Но вот именно национальные, да, инструменты, они, может быть, как-то тебя вдохновляют, мотивируют? Да, они мне очень сильно нравятся, и их звучания очень красивые и приятные, можно сказать. Ага. А дома вы играете, может быть, на национальных инструментах? Да, дома играю, иногда на Домбре играю, а, к сожалению, у меня Тегена нету дома. А родители, может быть, тоже умеют играть? Нет, не умеют. А, ну тогда ты должна научить, да? Да. Хорошо. И твои пожелания, рекомендации тоже всем ребятам, которые, может быть, тоже хотят записаться на этот кружок и научиться играть на таких прекрасных инструментах? Ну, на самом деле, это вообще несложно. Кто, любой, может сюда прийти, хоть мальчик, хоть девочка. У нас даже в кружке есть девочки, которые им по 6, по 7 лет. Они уже выходят на конкурсы, занимают места. Они, ну, для интереса очень, так сказать, круто. А, ну, для интереса очень, так сказать, что есть девочки. В основном, у нас есть 20 шеки, и 7 шеки, и 24 шеки, и 24 шеки. Осы ой, тыг аркасында ол дыбыш шағарат, улыблены басқа адамдарға берет. Жетенге оқсас аспаттар, ойте көп, ол арфа, бусы, жяне япон аспаттар да бар. Жетен пенина сияқты, себебі оларда бізде 3 акт болады, оларда 12-11 акт болады. Домбрада, мысалы, екшек болса, жетенде 7 шек, жяне одано да аспекеле жатады. Аль кобус, он да улток инструмент, домбра сякты, жеттеген сякты, но жеттеген он именен ирекшелен. Например, я жеттеген бюлок домбра аспабы. Домбра аспабы, сайл-клина болганы, мен же, онын да ерекшелектер бар, но жеттеген аспабы он именен ирекшелек. Себеби, мен жеттеген аспабына келетханда, но та бәрін танып келгеннэйкен, баған онай боп көрінді, және де анамды осыған тазағаннэйкен, өзімен ад. Бұл даусын нәзіктеу болып келеді, андай. Сенің адамды расла билет етеді. Адам осы өнін естіген кезе демала ваздайды. Осы өнін естіген аспабын тұңдаған келеді өзінде де адамдар әрттірлі сезімді болып. Кубыс – это струнный музыкальный инструмент смычкового типа, делали из куска дерева, изгибая таким образом, чтобы он напоминал ковш. Кубыс – инструмент, наделенный магическими и даже мистическими свойствами. Его звуки напоминают голоса животного мира. Казахи верили в тотемы, поэтому считали, что в этой музыке звучат голоса духов предков. Казахская легенда повествует, что создателем Кубыза был Коркыт Ата – известный сказитель. Кубыс – 18-19-го асырлардан бері келе жатыр. Мен ең біріншілен Кубызды Қоркыт Ата ойлап тапқан. Мен Қоркыт Ата кесенесіне қатты барғым келеді. Ол жақта дау қобыз бар. Ол жел сұққан кезінде дауыстары өте адемі болып шығадым. Мен ең бірінші оқушылар сарайына келгенде қобыз өте маған қатты онады. Мен Құбыз ға ғатты қыым келеді. Мен Қазір алты джеті күй білемін. Мен Құбызды ұйтты ұнадамын. Ол Қазықтың ұлттық әСПАБА. Мен Құсы Құбыз ғылғым келеді. Мен Құбыз Құбызбе ойнаганында бар әлемге таратқым келеді. Игра на музыкальных инструментах открывает при детьми новый мир звуковых красок, помогает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к инструментальной музыке. Знакомство с народными традициями, изучение народных инструментов способствует формированию у маленького человека национального самосознания. Входя в мир народной музыки инструментов, ребенок подсознательно ощущает в себе зов предков. Во дворце школьников номер два работают высококвалифицированные преподаватели, которые с большой радостью познакомят каждого желающего школьника с прекрасной миром музыки. У нас уже было 9 лет. У нас уже было 9 лет. У нас уже было 9 лет. У нас уже было много конкурсов. Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово, что подрастающее поколение интересуется национальными музыкальными инструментами, чтит и уважает традиции предков. И хотелось бы, чтобы звуки музыкальных инструментов доносились не только со сцен концертных залов, но и также, чтобы звучали просто в быту, в семьях и в школах. На этом я с вами прощаюсь. В эфире была программа «Олтэк Жоба». Увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!